Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я хочу объявить, что традиционный субботаж, который мы проводим по субботам с 19 до 22 часов, мы переносим на пятницу. Дело в том, что сегодня режим в панике объявил, что именно в субботу-воскресенье оказывается вирус является опасным. Именно в субботу-воскресенье режим в те места, где мы организовываем и проводим субботаж, решил дезинфицировать. Сегодня вышли различные запреты по всей стране, которые, по сути дела, предполагают запрет проведения субботажа. В этой связи мы, конечно же, можем провести субботаж в любой день, но мы предлагаем провести в пятницу в 19.00 до 20 часов. Я хотел бы напомнить цель субботажа. Мы организовываем веселое мероприятие. На этом мероприятии люди отдыхают, веселятся, поют песни, организовывают разные веселые игры, танцуют, знакомятся. Вот, собственно, цель этого субботажа, чтобы наши люди почувствовали единство, почувствовали себя счастливыми, радостными. Именно такое счастливое общество, счастливое государство мы демократический выбор Казахстана хотим построить, так как во всех ведущих странах мира. А мы видим, что наш режим, пользуясь ситуацией, говоря о коронавирусе, хочет нас загнать всех снова в тюрьму. Но представьте себе, что 16 марта власти объявили о введении режима ЧП и карантина. Более двух с половиной месяцев был так называемый карантин. Во многих регионах он до сих пор остался в том или ином виде. И в условиях ЧП, когда был объявлен карантин, тысячи людей стояли в огромных очередях, пытаясь получить 42 500 тенге. Автобусы были забиты, потому что маршруты были сокращены и люди фактически создавали взаимную угрозу именно по распространению коронавируса. И теперь, когда по сути режим карантина снят, режим заявляет, что именно в субботу-воскресенье оказывается вирус представляет собой опасность. Именно в субботу-воскресенье люди не должны веселиться, гулять, а в будние дни, что называется, пожалуйста, какой такой дисциплинированный коронавирус. Когда власти говорят, ты давай пять дней никому не мешай, появись только в субботу-воскресенье, вирус говорит и есть, именно в субботу-воскресенье появляется в местах, где мы проводим веселые мероприятия. Уважаемые друзья, вы, наверное, помните, когда мы впервые 22 марта 2018 года объявили акцию с голубыми шарами, насколько безумно выглядел режим. Вы помните, наверное, когда полицейские подбегали к детям и когда дети шли с разнообразными шарами, желтыми, красными, синими, догоняли детей и пытались отрезать именно голубой шар. Вы помните, наверное, я здесь во Франции рассказывал своим адвокатам, какое безумие происходит. Они на меня смотрели с недоверием, говорили, нет, это невозможно, как же так? Тогда весь мир смеялся над нашим режимом, люди были возмущены, это вызывало отвращение, отвращение, полное отвращение режима. Наши граждане должны осознать, что нами руководит мафиозная группа, шайка, безумцев. Безумцев именно вот такого рода действий со стороны власти, когда они гонялись за синими шарами, за синими футболками, за синими джинсами, задерживали просто так людей, а потом в итоге отпускали. Просто показывает, что этот режим загнал наших граждан в гетто, в тюрьму на территории современного Казахстана. Мы живем все в тюрьме, в некой зоне, где отсутствуют наши права и свободы. Мы сейчас не призываем к политическим действиям, мы говорим, что субботаж это веселый праздник, мы не выходим с политическими лозунгами, мы просто объединяемся, мы веселимся, мы на этом мероприятии просто видим своих сограждан, мы понимаем, что этими людьми мы вместе изменим режим. Поэтому давайте троллить этот режим, давайте смеяться. Вы знаете, что прошлая суббота прошла очень весело, особенно это было в Алматы заметно. Молодежь ходила с барабанами, пели песни, танцевали, кричали активисты, не экстремисты. Это было просто здорово. Люди показали, что они могут объединяться, веселиться. В некоторых других городах пели песни, играли на различных музыкальных инструментах. Особенно Шимкент себя проявил. Поэтому, уважаемые друзья, пятница это конец рабочей недели. Сейчас лето. Мы призываем вас с 19 до 22 часов прийти на субботаж в пятницу. Прийти в пятницу, повеселиться и показать, что мы можем быть свободной нацией, дружить, улыбаться, смеяться. Я помню, когда я был посажен в зону, и, конечно, это была очень тяжелая зона. И, как нормальный человек, ты тем или иным событием стоишь, улыбаешься. Мне начальник зоны говорит, почему ты улыбаешься? А я спрашиваю, что нельзя? Он говорит, нет, мне просто тревожно. Тревожно, потому что это зона. Если ты улыбаешься, значит тебе хорошо. Значит, мы не доработали. Значит, мы тебя должны пытать, бить или еще что-то такое сделать, чтобы ты не улыбался. Так вот, наш режим не хочет, чтобы наши граждане были счастливыми, чтобы они улыбались, чтобы они по этим бульварам не выражали чувство радости, не объединялись, не пели песни, не стучали в барабаны, как во всех нормальных развитых странах мира. Этот режим хочет, чтобы вы ходили угрюмые, сидели дома, чтобы вы мучились и не знали, где же добыть средства для того, чтобы прокормить свою семью. Нам такой режим не нужен. Мы должны объединиться, мы должны веселиться, мы должны через смех и дружбу показать этому режиму, что мы их не боимся. И когда завтра режим будет задерживать тех, кто играет на барабане, на музыкальных инструментах, они будут выглядеть абсурдно и подвергнутся массовому презрению, не только в нашей стране, но и за рубежом. Вы, наверное, помните, когда полицейские подбегали к детям и забирали у них синие шары, какое было возмущение, и буквально через несколько дней Министерство внутренних дел сделало заявление, сказало, что она не имеет никакого отношения к этому беспределу, что это просто дураки полицейские злоупотребили своим служебным положением, якобы они кого-то наказали за это. Конечно же, у этой власти нет никаких механизмов юридических, чтобы преследовать людей в местах отдыха за то, что они ходят с шарами, поют песни, танцуют, ходят с барабанами. И очевидно, что даже если сегодня они кого-то задержали, они завтра принесут извинения и скажут, что это какие-то полицейские просто вот такие дураки. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу объявить, что именно в пятницу с 19 до 22 мы организовываем субботаж. Еще раз я хочу объяснить цель этих субботажей. Мы объединяем людей, мы не даем поводу режиму, чтобы они преследовали за политические лозунги. Наступит момент, когда на этих празднествах соберутся тысячи и тысячи людей, и эта масса в определенный день развернется и выйдет к тем местам проведения массовых мероприятий в виде митингов. Именно там мы потребуем, чтобы режим ушел. И это мы добьемся через проведение вот таких мероприятий. Веселых, радостных, где наши люди могут объединиться и выразить свою волю. Вот для чего я открыто говорю, что именно через организацию этих субботажей мы объединяем людей. Мы в конце концов добьемся мирной смены режима. И мы сейчас не дадим возможность никакого повода этому режиму преследовать активистов за якобы политические лозунги, политические требования. Мы не будем никаких требований выдвигать, мы будем просто веселиться, мы будем просто объединяться. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас в пятницу с 19 до 22 прийти на субботаж, объединиться, посмотреть в глаза глаза и увидеть тех людей, которые хотят добиться смены этого политического режима. Уважаемые друзья, сегодня это мой первый эфир. Именно через полтора часа я проведу второй эфир. И он будет посвящен новости, связанной с тем, что наша политическая верхушка активно болеет коронавирусом, в частности Назарбаев. Я решил разделить, вот сегодня первую часть эфира посвятить только субботажу, который пройдет только в пятницу с 19 до 22 часов. Если завтра режим решит запретить и пятницу, мы сделаем четверг, среда, вторник, понедельник, любой рабочий день. Вы понимаете, мы покажем, насколько абсурдны действия со стороны режима. Еще раз, в пятницу с 19 до 22 часов субботаж. Алга, Казахстан.